То есть получается так, что если он как инвестор с глинкартой сразу, то это он должен там миллион положить, ну где-то может быть полмиллиона в каких-то недоразвитых местах там, да? Есть очень много региональных центров, уже больше 600 региональных центров, которые подтверждены иммиграционной службой. И вот только в них, в один из этих центров можно вложить 500 тысяч плюс дополнительные пошлины, и тогда кто-то занимается этими деньгами, человек получает гринкарту на себя и на семью, и потом через 5-7 лет примерно получает свои деньги обратно с очень небольшим процентом. То есть фактически человек может даже не потратить 500 тысяч на легализацию, а просто временно их отложить. Квартиру в Москве продал, значит... Деньги куда-то надо положить. Да, положил их туда. За это он на себя и на всю семью получает разрешение на работу. Сразу, да, получается? Получает не сразу, а может занять даже чуть больше года, потому что это постоянная иммиграция, и люди, которые приезжают по какой-то визе, пока идет процесс гринкарты, они должны как-то по-другому. Жить легально в Америке. А есть люди, которые просто ждут в своей стране, пока весь процесс пройдет, это может занять и год с кусочком где-то. Хорошо. Через год они приехали, у них у всех разрешение на работу. Если они вообще не знают, как жить дальше, там, не знаю, пришли в партнер, в компьютерскую, там, не дай бог, или там что-то, вот, и уже зарабатывают. Ты говоришь, еще и деньги вернули. То есть они фактически за бесплатно. Нет, это не за бесплатно, я не успела договорить. Значит, я вам начала говорить несколько раз, упомянула, что есть пошлина. И пошлина не маленькая. То есть административные расходы, я имею в виду, кроме взноса. 500 тысяч вкладываются как инвестмент в один из проектов регионального центра. Чаще всего это строительство каких-нибудь гостиниц или больших апартаментов. То есть коммерческий проект. Коммерческий проект. Человек сам выбирает, куда он хочет вложить деньги. Я, например, это мои коллеги, юрист, может порекомендовать, куда лучше вложить, где там больше шансов быстрее деньги получить, быстрее генд-карту получить. Есть какие-то более, ну, проекты, которые люди предпочитают выбирать из 600 с чем-то проектов. Есть, у которых 100% успех в плане никаких отказов не было никогда. А есть такие, что с отказами? Есть такие, что бывают какие-то проблемы. Или у них еще недостаточно есть лет опыта, чтобы показать, что успешно они работают. Но пошлина, то есть расход, как бы out of pocket, то есть их расход на весь этот процесс дорастает почти до 100 тысяч долларов. За 5 тысяч? Но это на несколько лет. То есть этот расход примерно года на 3. То есть первоначально они там тратят, они почти все, то есть они вкладывают эти деньги на административные расходы, и это им на несколько лет расходов. Если посмотреть на другие варианты иммиграции, там тоже могут быть расходы и до 20 тысяч долларов, 30. То есть L-виза тоже не дешевая, и виза не дешевая. Если посмотреть, сколько стоит виза, плюс сколько стоит грин-карта, все государственные пошлины, юридические расходы на финансиста, на бухгалтера. То есть все расходы как-то складываются. То есть человек должен рассчитывать, если он вложил 500 тысяч долларов, через 5-7 лет он их получит обратно, его расходы могут быть порядка от 80 до 100 тысяч, может быть немножко меньше. И многие проекты примерно 1-1,5% в год дают возврат. То есть каких-то еще там за 5-7 лет по 5-7 тысяч в год они, может быть, получат обратно. А это масса, вот желающих много? Желающих больше и больше. Квота есть, но есть квота. Например, Китай и Индия свою квоту уже использовали на год, а бывшие страны Советского Союза нет. Потому что для русскоговорящего населения это очень новое такое понятие. И сейчас у нас больше и больше людей к нам обращаются по этой категории, но это очень новое. Люди боятся с деньгами расстаться, хотя они хотят их вывезти из Союза, но немножко боятся. Я просто понимаю, человек думает, фига себе, какой-то там центр, сейчас вам деньги дашь, потом ни центра, ни денег, и ничего нет. Ну вот, это немножко страшно. Поэтому есть центры, которые уже по 20 лет существуют, и где уже оборот 5-7 лет несколько раз прошел успешно. А они как-то эти деньги застрахованы, как-то, я не знаю, ну что-то есть такое вот, что вдруг как раз там или жулики, или экономически неудачные, или... Я сейчас объясню, смотрите, одно из определений, которое чёрным по белому написано для этого рода получения грин-карты, что деньги должны идти на 100% риск. То есть это не то, что не гарантировано, а этот проект должен считаться рискованным. Поэтому человеку дают за это грин-карту. Но в практике, когда мы смотрим на 600 с чем-то центров, из них где-то 17, которые показали 100% успех. Имеется в виду, что ни одному человеку не отказали в грин-карте, и все деньги вернули обратно, которые брали. Остальные проекты имеют какие-то разные проценты успеха. Но вот через 5-7 лет они вернут деньги. А как бы грин-карта, в какой момент появляется? Постоянно настоящая грин-карта, которую уже не заберут, не отзывут? Вот, первая грин-карта появляется примерно чуть меньше, чем через полтора года, а потом через два года, она будет на два года. Но такая же на два года грин-карта, как, например, люди по браку получают временную грин-карту, а через два года они её подтверждают. Обычно, если проект не развалился, ничего не поменялось, человек деньги свои не забрал обратно, нет проблем получить через два года вторую грин-карту, которая постоянная на 10 лет, и которую никто не отберёт, и ничего с ней не произойдёт. Как у нас у всех в своё время. Да, то есть примерно года три проходит. По идее, на самом деле, в мире, ну я не свожу весь мир к Российской Федерации, но в принципе должны быть сотни тысяч людей каждый год, которые должны были прийти, положить какие-то свои полмиллиона, даже миллионы. Правильно. Полно же денег. Правильно. Денег очень много, и Москва вообще считается одним из самых богатых городов мира. Других, да. А люди скептически относятся к этой концепции, потому что это что-то новое. И менталитет такой, что люди привыкли, как говорится, под подушкой, под матрасом эти деньги все собирать. И, с одной стороны, они боятся их держать в России, потому что, когда мы говорим о таких суммах, обычно это не последние 500 тысяч или 600 вместе с пошлинами, которые человек вкладывает. Обычно человек, который выбирает эту опцию, у него минимум в несколько раз есть эти суммы. Поэтому, с одной стороны, им нужно их куда-то внести, и они понимают, что в Америке это безопаснее, чем держать их просто в России. С другой стороны, естественно, люди боятся, потому что, естественно, все эти проекты определены как рискованные, очень рискованные. Но практика показывает, что деньги возвращают обратно, и человек получает грин-карту. И если бы эти проекты не давали такого результата, то люди к ним не продолжали бы возвращаться. Ну да. Есть проекты в крупных городах. В Сан-Франциско их уже несколько, между прочим, есть. А что строят? Строят апартаменты. В Сан-Франциско. Есть в Нью-Йорке, есть в Чикаго. Много спортивные дома. Да. Например, в Нью-Йорке строят Four Seasons Hotel. То есть, есть проекты, которые очень даже заманчивые. То есть, это не в каких-то неуспешных городах, типа где-нибудь там в Алабаме или там в Дакоте. Сейчас очень много есть в Вашингтоне, в Чикаго, в Атланте, в Сан-Франциско. Ну, проверенные. Проверенные. Ну что же, хорошо. Значит, просто как бы получается какое-то такое окно. Вот все рвутся там, я не знаю, ну куда там рвутся. Брак, там рабочая виза, лотерея, политическое убежище, там и так далее. А в принципе, если у человека денежка есть, то как бы он может совершенно спокойно там вот сесть в комфортабельный автомобиль, как бы проехать там по хорошей дороге. Так получается. Сто процентов. И вот сейчас, в последнее время, люди когда консультируются со мной, и мы говорим о вариантах возможных иммиграции. Те, у кого есть возможность или через L-визу, потом грин-карту, или через инвестицию иммигрируют, они предпочитают выбрать именно этот путь, а не статус беженца. С одной стороны, статус беженца кажется более дешевым вариантом. С другой стороны, из-за того, что сейчас задержка с вызовом на собеседование, то один из минусов для бизнес-людей, которым нужно ездить за границу, то, что они становятся как бы невыездными на какое-то количество, неопределенное количество лет. Поэтому некоторые, и даже сейчас многие, предпочитают более высокой ценой получить документы, скажем, через инвестицию, потому что тогда они не привязаны к тому, что они должны находиться в Америке и ждать результата.